Прощай, Лексус! У замглавы нацполиции Александра Фацевича угнали служебную машину, причем элитную иномарку. Все произошло в минувшую пятницу, но известно стало только сегодня. Почему и как ищут авто топ-полицейского? У одного из главных копов страны угнали автомобиль, служебный Лексус. Об этом сообщил журналист Сергей Мальнев у себя на странице в Фейсбуке. Указал немало деталей. И номер авто, и номер кузова, и что машина 2004 года выпуска. А исчезла 11 августа ночью. Хотя заявление об угоне поступило в полицию только пять дней спустя. Почему медлил Александр Фацевич? Журналист не исключает, возможно пытались по-тихому решить вопрос с угонщиками. Но что-то пошло не так. Исчез железный конь Фацевича из этого двора. Здесь, в Софиевской Борщаговке, по данным все того же журналиста, живет водитель заместителя главы нацполиции. Чуть позже информацию об угоне подтвердил и главный коп Сергей Князев. Его заявление появилось на сайте нацполиции. Он сообщил, что «Лексус» внешне выглядел как гражданское авто, без опознавательных полицейских знаков. На поиски дорогой пропажи бросили подразделения Киевской области и близлежащих регионов. Как это происходит при любом угоне, уверяют Князев. И добавил, гарантируют, что внедорожник найдут. Вот бы такая гарантия при каждом угоне машины, а не только полицейской служебной. Но вопросов по-прежнему много. Почему служебное авто ночью в пятницу было припарковано во дворе жилого дома? Из-за чего так долго не сообщали об угоне? И вообще, зачем полиции такие дорогие машины? Цена на эту модель 2004 года выпуска сейчас около 20 тысяч долларов. Новая в разы дороже. Да и в обслуживании внедорожник не дешевый. И расход топлива немалый. Около 20 литров. Интересно, сколько подобных служебных машин премиум класса есть еще у нацполиции? Мы направили запрос в ведомство. Ждем ответа.